здравствуйте друзья и сегодня мы решили направиться из севастополя в судак приглашаем в эту поездку вас с собой направляемся мы по южно-бережному шоссе это самое красивое шоссе крыма полно достопримечательностей красивых видов и в общем то будет что посмотреть и будет что рассказать про эти места первое место это такая смотровая площадка возле ботильмана куча сувениров чаев далее 100 рублей там будешь смотреть так ничего не видно тут все видно замечательно позади нас храм можно зайти в храм есть куча разных кафешек и есть туалет можно остановиться пообедать по фотографироваться мы все едем дальше в принципе шашлыком пахнет вообще да где наш папа где наша машина так вот красиво следующая наша остановка это смотровая площадка на птили здесь самые такие яркие достопримечательности это гора кошка гора дива здесь же продают ялтинский лук круглый год правда немножко дороже чем тоже купили на рынке внизу мы видим аквапарк вот этот аквапарк ценится тем что там вроде бы морская вода есть в этом месте скалопания красивейший парк проспекты реки парисовая виллы семей за мечта и ксения и дикий пляж на реконструкции сейчас находится основная центральная набережная останавливаться мы здесь не будем поэтому поехали друзья дальше посмотрим что у нас за горизонтом дальше у нас открывается вид на пике айпетре тут самая высокая точка 1234 метра под ней располагается ближе к морю Алубка это любимое место отдыха туристов там различные маршруты туристические а также есть канатная дорога уезжаем в Ялту друзья это самый красивый город Крыма без преувеличения сказать туристам также знакома большая Ялта это целый комплекс курортных городов и поселков это тут же семейство это грузов это Алубка и другие поселочки они знамениты своими достопримечательностями прекрасными дворцами роскошными парками водопадами ущельями и горными вершинами множество туристических троп маршрутов исторических и культурных достопримечательностей ландшафтные парки поражают своей красотой ботанические сады своими растениями и здесь также есть и зоопарки и аквапарки и замечательные пляжи здесь целебный средиземноморский климат прогретый солнцем воздух аромат сосновых лесов и мягкий бриз моря это уникальная природа уникальное место здесь есть две речки у Чанцу водопадная и Дерекойка они летом спокойные их зачастую прячутся под камнями гальки и весной они репущие несущие свои потоки в другой раз даже сели здесь действительно найдется отдых на любой вкус на любой кошелек так что стоит побывать любому туристу если вы действительно хотите влюбиться в Крым и побывать здесь еще то Ялта для посещения конечно же обязательно это то место где вы увидите высоту природы уникальные места сейчас мы с вами проезжаем поворот в сторону приморского парка красивейшего парка Ялты и там же у нас новый Треновский пляж открытся на набережной абсолютно комфортный с бесплатными туалетами вайфаем шезлонги можно брать там 500 рублей и другие плюшки можно там и покушать и кстати очень даже недорого покушать мы не искали где мы в столовое могли бы в принципе поесть там и было бы абсолютно не за такие же деньги Тот же поворот идет в сторону парков известных это Дворонцовский дворец это Ливодийский дворец а перед нами Медведь гора или Аюдак это небольшая возвышенность возле побережья на ее склонах сохранились остатки средневековых городов и укрепленных городищ с курганами более раннего периода сегодня это охраняемая территория на которой организуется множество разнообразных вариантов туристических маршрутов также это место рядом с Артеком всем известным пионерлагерем который полностью реконструировали который обрел абсолютно новую жизнь на склонах горы берут начало много туристических троп многие из них проходят по средневековому что помог городищу 13 века где сохранились кольцеобразные укрепления и арки здесь же можно увидеть стены древних крестьянских церквей на склонах горы можно встретить редкоземляничное дерево и целые жасминовые рощи некоторые туристы проходят вдоль ответных подрывов, чтобы полюбоваться замечательными окружающими видами вот мы и выехали на дорогу от Алушты до Судака это 80 км крутых подъемов, спусков, поворотов здесь нет леса есть только посаженные при дороге туполистные расташки дикие с несъедобными плодами небольшие, но очень крепкие деревья с громадной корневой системой вдоль обочины растут кипарисы атласные кедры встречаются в высадке крымских сосен дикие груши также пусты шиповника в общем-то эта дорога занимает сам серпантин половину Алушкинской долины и вообще здесь конечно произошли колоссальные изменения на дороге во-первых дорога стала более ровная в смысле покрытия во-вторых по длине всей абсолютно дороги есть отбойники, указатели, знаки места для стояночек она стала более безопасная конечно же виды поражают своей красотой то уходят к морю мы видим весь прежизаж красоты моря гор то сворачивают в сторону суши и перед нами открываются шикарнейшие виды на горы к территории Большой Алушты относятся такие населенные пункты как Солнечногорская потом Малореченская рыбачье Клеветное и мы их сейчас будем все проезжать и смотреть что же там есть интересного расскажу о достопримечательности климат здесь гораздо суше чем в Ялте а температура воздуха немного прохладнее зимой и немного теплее летом поэтому для тех у кого проблемы с легкими здесь климат очень даже подходящий перед нами снова гора Гимирджи во всей красе посмотрите как она красуется как она своими шикарными видами нас поражает просто вот такие вот серпантины друзья и желательно конечно с собой иметь навигатор в такие поездки он заранее предупредит вас где крутой поворот вы будете уже готовы к этому не вздумайте здесь никого обгонять потому что дорога очень сильно виляет это может быть чревато серьезными последствиями вот мы заехали в Солнечногорское население поселка примерно 1150 человек инфраструктура поселка хорошо развита работает на побережье множество гостиниц и пансионатов готовые в летнее время принимать отдыхающих в поселке работают магазины и аптеки для обеда работает местный рынок на котором в основном продается местная крысская продукция пляжи полностью из мелкой гальки чистые и ухоженные оборудованные всем необходимым для полноценного отдыха вход в море пологие и ровные без всяких падений на пляже дневное время работают водные аттракционы и горки на прокат можно взять водные мотоциклы и лодку в вечернее время ласковым светом ночных фонариков созывают гуляющих рестораны и бары меню по большей части тяготеет крымской кухни в окрестностях села Солнечногорское представляют огромный интерес для туристов и отдыхающих благодаря самому мощному водопаду Джурджу в переводе вода который расположен в верховье реки Улузинь в ущелье Хабхал этот водопад не просто самый мощный но и самый опасный поэтому туристов предостерегают чтобы они не купались с ним потому что сейчас вместе с водой летят и камни дальше мы проезжаем Малореченское тоже тут пляжики небольшой абсолютно населенный пункт также здесь любят бывать туристы это место для спокойного размеренного отдыха с семьей, с детьми здесь очень красивый вид и вот такой необычный храм-маяк построен в честь погибших моряков на воде и назван он в честь Николая Чудотворца также здесь имеется музей вот такие виды такие замечательные места еще проехав 5 километров мы попадаем в село Рыбачье и вот такие виды нам сразу открываются мы видим кемпинг множество машин палаток люди отдыхают дикарями так сказать и в принципе вот эти вот населенные пункты все вдоль моря они чем-то похожи такие же улочки такие же места отдыха такие же пляжи такая же инфраструктура магазинчики даже здания похожи между собой вот этот населенный пункт немного больше в общем Солнечногорска здесь 1420 человек постоянных жителей и в окрестниках поселка выращивают виноград виноград гельческие заводы потом закупают этот виноград инфраструктура хорошо развита на береговой линии разместилось множество отелей и пансионеров так тоже также работают бары различные рестораны в принципе то же самое что и в Солнечногорском пляжи также оборудованы большой популярностью пользуются рыбачьи прогулки в акватории поселка где бывает много косяков рыбы также можно взять в аренду мотоциклы водные яхты для морских прогулок цена договорная конечно же удовольствие можно получить здесь от отдыха колоссальная особенно для тех кто любит спокойный отдых основная достопримечательность это бухта любви в которую нужно идти по крутым склонам либо по морю на катере еще одна достопримечательность это плато Караби Яйла там есть множество пещер и одна из них это ледяная которая также известна под другим названием Большой Бузулу все мы выезжаем из поселка а дальше направляемся в сторону судака это вид с высоты птичьего полета на поселок рыбачий его окрестности мы видим виноградники вообще очень красивая долина по дороге решили мы остановиться вот на таком диком пляже очень длинная на самом деле береговая линия мы проехали только что дикий темпель абсолютно нет никакой инфраструктуры тем не менее люди останавливаются отдыхают ставят палатки непосредственно машина подъезжает прямо к морю и располагаются дальше мы уже едем по самому поселочку здесь в принципе так вот расположен дорога трасса возле моря и за трассой непосредственно находятся пляжи вообще это такая особенность этих южнобережных сел переходите трассу и вот вам пляжи пляжи есть абсолютно обустроенные и есть абсолютно не обустроенные на которых даже написано что дно не обследование ухватка запрещена тем не менее людей это не останавливают все купаются а это похоже какие-то самозахватки в свое время татары так самозахватки себе ставили где захотели а возможно это уже выкуплены участки кто знает напишите в комментариях сейчас эти борются конечно чтобы захватов не было договариваются но не всегда это удается проезжаем пансионаты различные сразу же видим что есть навесы население здесь порядка двух с половиной тысяч человек есть также несколько пансионатов с вполне приличным сервисом и питанием на территории пансионатов расположены парки аллеи детские площадки работают столовые пиццерия есть и вот такие вот недостроен конечно если бы он был достроен очень было великолепно это все смотрелось переход к морю но к сожалению это не достроим одна из самых великолепных видов замечательности находится чуть западнее поселка на горе Чабанкуле на вершине горы на ответственном обрыве остались руины башни предположительно 15 века генуэзцев братьев Уаска с восточной стороны поселка находится один из красивейших мысов крыломыз айфорк помимо природной красоты там можно посетить останки древнего монастыря сносящегося к 15-14 векам сейчас будем проезжать речка ворон а за этой речкой самый шикарный пансионат этого места это солнечный камень вот именно в этом пансионате замечательный парк находится с правой стороны у нас виноградники которые также поставляют на винные заводы Крымовы виноград и дальше поехали по серпантинам в сторону судака последний рыбок последние серпантины вот посмотрите какая красота конечно те кого укачивает в дороге и лучше брать с собой какие-то лекарственные препараты потому что здесь реально хватает в разные стороны покататься не все могут такое выдержать мы сами несколько раз останавливались чтобы сын у нас отдохнул поэтому будьте готовы что дорога будет здесь нелегкая зато какая красота посмотрите вот такие горы небольшие здесь горы но вид довольно симпатичный с большим удовольствием проезжаешь эту дорогу нам остается порядка 16 километров до судака жилье заранее мы не осмотрели не доказывали поэтому едем будем смотреть прямо на месте вот увидим насколько можно найти приехать заселиться сколько это будет стоить как это все будет приехали затерелись и пошли сразу кушать дети проголодались поэтому пришли в кафе по домашнему оно буквально в центре судака находится за жилье я вам расскажу в следующем видео обслуживание сразу скажу здесь классное буквально за 10 минут все принесли следующие салатики нам донесут все нам обошлось 1100 на 5 человек пошли погулять и дошли до края набережной она тут 3 километра практически вот мы уже возле генуэсской крепости посмотрим что здесь ну вообще конечно очень все красиво уютно чистенько комфортно гулять потому что ровно нету подъемов спусков поэтому в принципе легко вечером дышится хорошо воздух морской купить можно все от одежды до еды или наоборот от еды до одежды будет до утра потому что в 12 ночи еще все работает много людей много молодежи различные развлечения скутеры аттракционы какие-то игры предлагают есть фонтаны светящиеся музыкальные в общем даже аттракционы которые тоже в начальное время работают эти аттракционы были здесь я еще помню в начале 90-х годов сюда приезжали когда Борисовая аллея была свободна от торговых точек сейчас ее конечно не узнать везде все продают и как бы большой соблазн обязательно надо что-то купить надо подойти посмотреть а так конечно столовые везде перезакусочные кафешки цены абсолютно доступные может потому что рассчитана на молодежь и жилье можно снять для человека наверное 500 а вообще на нашу семью даже можно было комнату снять за 1100